Как добиться хорошего урожая малины? Надо соблюдать несколько факторов. Должна быть хорошая почва и хороший уход. Почва, значит, у нас должна быть замульчирована. Это что значит? Значит, мы вносим органику, какая у нас есть. Можно листья, можно там те же сорняки где-то сорвать, бросить это под кусты. Сейчас многие держат газоны, стригут траву и ее выбрасывают. Ну, мы же можем попросить у соседа, зачем выбрасывать. Давай я заберу. Значит, берем эту вскошенную траву, ложим ее под малину. Всегда будет рыхлая почва. Там будет куча всяких полезных бактерий, микроорганизмов, червей. Земля будет чистая от сорняков. Она будет воздушная. Трава медленно, постепенно перегнивает. За счет этого насыщает наше растение питательными веществами. Вот смотрим, что у нас получается из этого. Вот такая вот она. Как этот сорт называется? Этот сорт у нас называется золотые купола. Золотые купола. Ремонтантная. Дает два оружия в год. Ничего себе. А чтобы у нас получился хороший второй урожай, в мае месяце, когда побеги молодые, выросшие из земли, достигли примерно одного метра, мы прищипываем эти верхушки. Что значит прищипываем верхушки? Ну, берем вот молодую верхушку от показа. Вот так вот раз. Называется прищипнули. Ага, это не вредно. Это полезно. Стебель, вернее, ствол начинает куститься. И у нас заместо того, чтобы получить один плодонос с ягодками, мы получаем несколько. Мы увеличиваем урожай ягод в несколько раз сразу же. Сорвали мы вот эти верхушечки. Выбрасывать-то жалко. Да. Мы их соберем, сферментируем и сделаем чай вкусный, который скоро будем пить. Сейчас будем пить чай малиновый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА